В селе Колымска и Нижнеколымского района с 7 января ограничена подача электричества. Это связано с истощением запасов топлива на электростанции. Какие приняты меры, в ситуации разбирался Виталий Абрамов. По словам местных жителей, такая ситуация возникла из-за аномально теплой погоды и обильными осадками, прошедшими прошлой осенью. Из-за чего автозимник, который открывался обычно в начале декабря, до сих пор не открыт. Проще говоря, лед на Колыме еще недостаточно окреп. И в целях экономии топлива администрация решила перейти в режим веерного отключения, кроме социальных объектов. В предыдущих годах нам хватало в объемах тех, но в этом году у нас из-за мощности двух «шкот» у нас, две «шкоты» стоят у нас, два «дизеля». Вот, они потребляли, и нагрузка на них, следовательно, была очень высокая. То у нас тепло было, да, то есть погода была теплая, то ветер был сильный. Вот в этом плане, вложилась такая ситуация, что топлива мало осталось. В настоящий момент топливо завозится небольшими партиями с помощью вездеходов и снегоходов. Итого, на сегодняшний день запас дизеля составил около 12 тонн, чего должно хватить на 6 суток. Да, есть веерные, учитывая малый резерв, перешли на веерные отключения в населенном пункте, но все социальные объекты, это детский сад, школа, они электропитание получают в полном объеме. На сегодняшний день, ну, еще раз я повторюсь, ситуация находится под контролем. В дальнейшем, до открытия автоземника, завоз топлива будет осуществляться малотоннажной техникой. Уже буквально ставшую дорогу жизни планируют открыть до конца января. Италий Абрамов, Владимир Таюрский, НВК Саха, Якутск.